Здрасьте! Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй и мы продолжаем проходить Формулу 1, режим моя команда и сегодня у нас этап в Венгрии. Прошлую гонку мы немножко всрали, это был Сильверстоун, который мы не очень сильно любим, ну по крайней мере я. Но это не важно, мы ее проехали и в общем-то нужно просто забыть. Ведь сегодня у нас Венгрия, трассу которую я еще меньше люблю, чем Сильверстоун. Правда на этот раз я пришел на гонку подготовленным. Сильверстоун как-то знаете, особо сильно подготовки не было. Вообще Венгрия это опять-таки медленный автодромчик такой, картодром если его можно так назвать. Куча поворотов, дохренища кругов, преимущественно медленные поворотики тут у нас везде идут. Да и вообще в мире Формула 1 считается, что это трасса Рэдбула, правда Рэдбул то что-то как-то там тоже не едет. То есть если так сравнивать, то это трасса типа Монако-Сингапура что ли. Хотя так или иначе нету стен рядом, поэтому вроде как все более-менее норм. Но что эту трассу объединяет именно вот с Монако и Сингапуром, это то что на ней как правило мало обгонов. А значит квалификация важна, а значит надо хорошо заквалиться. А начало квалификации друзья, у нас начинался дождик. Трасса еще была сухой, еще была готова для сликов, но уже постепенно намокала. И по сути дела каждый следующий круг, который ты едешь, он будет хуже предыдущего, медленнее. Поэтому как только загорелись зеленые огни, мы сразу же выехали на трассу и поехали свою быструю попытку. Но уже на ней было во-первых довольно-таки скользко, во-вторых на самом деле ботам пофигу намокает трасса или нет, особенно в квалификации. В квалах они несутся сломя голову и им вообще пофиг на все. Да, кстати эта трасса позволяла проехать два круга подряд, быстрых. И первый круг был зафейлен, поэтому я сразу же поехал на вторую попытку, чуть-чуть улучшился. То есть заряда ЕРС хватало и шин по сути дела хватало на два круга. Но все равно это время было не очень хорошим. В итоге мы поставили свежие комплекты резины и поехали еще на два быстрых круга. И вроде как там даже были улучшения, вроде как неплохие, 4 десятки мы снимали по итогу. Но друзья, этого все равно было мало. Итоговая 20 стартовая позиция, даже Вильямс быстрее меня оказался. В общем-то надо будет прорываться на трассе, на которой очень тяжело обгонять. В итоге наш инженер решил рискнуть по стратегии. Для меня, честно говоря, это все было довольно-таки сомнительное. Но смысл был в том, чтобы начать на очень легкой машине. По сравнению со всеми, то есть не долить топливо, причем не долить его много. Плюс в начале гонки сжечь топливо, сжечь ЕРС, стартовать на мягком комплекте, то есть быть быстрее всех в тот момент. И попытаться именно в начале дистанции отыграть какие-то позиции. Ну а на второй части гонки, когда мы уже будем медленнее всех, пытаться сдерживать впереди тех, кого можно сдерживать. Единственное место для обгона, которое здесь было возможно, это старт-финишная прямая зона ДРС. Но тут должны сойтись звезды, во-первых, у того, кто впереди едет. Не должно быть этого самого ДРСа, а у меня должно быть, должен быть. Хэмилтон опережает Ботоса до сих пор на 20 с лишним очков, то есть у них борьба, наверное, в реальной формуле, можно было бы сказать, что закончена. Но у нас тут игра, поэтому борьба только начинается. Ну и, друзья, самое интересное, это стартовая решетка, итоги квалификации. И как раз-таки Валера Ботос у нас занимает первую позицию. А на второй позиции у нас находится Себастьян Феттель. Дальше идут у нас два Рэдбула. За ними две Форс Индии. За ними Рикьярда Норрис, короче, Хэмилтона здесь нету. А знаете почему? А потому что Хэмилтон сдох двигатель у него. И он получил дохренище позиции штрафа и стартует прям рядом с нами на стартовой решетке. А Лекляр, кстати, тоже 14-й, но он сам всрал свою квалификацию. Может быть пытался на медиуме выехать из второго сегмента, мы, в общем-то, об этом никогда не узнаем. Но Хэмилтон стартует из жопы, и поэтому у Ботоса есть все шансы. Тем более, опять-таки, трасса не обгонная. Ну и плюс еще Хэмилтон стартует рядом с нами, поэтому, мне кажется, есть хорошие шансы у нас с ним зарубиться. И, соответственно, друзья, старт. У нас гаснут огни, и мы срываемся с места. Старт получился довольно-таки неплохой. Единственное, что, опять-таки, как обычно, я промахиваюсь торможением в первом повороте. Однако, здесь можно было выехать за пределы трассы, скажем так. У нас за счет этого получилось даже отыграть, по сути дела, позицию. Борьба здесь продолжалась в течение первой половины круга, наверное. Мы сумели опередить Хас, сумели опередить Джорджа Рассела. Потом, правда, опять-таки пришлось вылетать с трассы, чтобы не убиться. Хэмилтон умчался куда-то вперед. У нас была борьба бок о бок с Расселом долгое время, но перед Шиканой он довольно-таки агрессивно влетает в нее. И, соответственно, меня проходит обратно. В итоге на старте у нас отыграна одна позиция. Хэм умчался далеко вперед, ему можно просто помахать ручкой. Провозик, вроде как, весь пелетон, точнее, растянулся. И теперь нам нужно ждать третьего круга, потому что на третьем круге откроется ДРС. И тогда можно будет уже пытаться как-то более-менее обгонять. Но получилось так, что я не стал дожидаться третьего круга, точнее, не стал дожидаться, пока ДРС разрешат. Между вторым и третьим кругом выезд напрямую получился довольно-таки неплохой. Увязался я в слепстрим за Джорджем Расселом и получилось вот так вот по внутряночке его аккуратненько пройти. Да, у нас, кстати, хорошее обновление ЕРСа пришло. А на Бельгию придет еще лучше, там вообще все будет замечательно. Но у нас плюс отыгранная позиция, мы теперь 18-е. На следующем же круге, на этой же самой прямой, впереди меня уже с открытым крылом ехал Грожан. Правда, он ехал с двигателем Феррари, но что-то ему как-то это не помогло. Я знал, что с ним будет намного тяжелее, поэтому влетал в этот поворот намного более агрессивно. Он перекрестил траекторию, попытался меня контратаковать, но следующий поворот я был слева, поворот левый. У меня внутренняя траектория, поэтому, Ромка, прости, но мне нужнее. Правда, что сейчас делать, у меня никаких идей нету. Впереди нас Льюис Хэмилтон и вряд ли он даст нам себя пройти. Через два круга я вроде как подъехал к нему вот прям на дистанцию атаки и сделал свою попытку залететь внутрь в этом повороте. Но нет, она никак не венчалась успехом. Можно было бы попытаться его, конечно, задайвить, но была большая вероятность, что он тупо повернет в меня и все, и на этом у нас все закончится. На следующих кругах я делал такие же попытки к нему подъехать. На девятом я оказался чуть ближе к нему, чем раньше и, в общем-то, каким-то образом мне успелось влететь аккуратненько внутрь и вполне себе аккуратненько его пройти. Друзья, мы обогнали Хэмилтона на трассе. Понятно, что его впереди сдерживал какой-то паровозик, но все равно мы обходим Мерседес и это было, не знаю, для меня это такое хорошее достижение было какое-то. Знаете, реачивочку получить. Первый раз обойти Мерседес на трассе. Мы отыгрываем еще одну позицию, впереди у нас Макларены, но вроде как с ними проблем быть не должно. И так оно, в принципе, и получилось. Посмотрите, даже насколько близко мы находимся к Макларену на выезде напрямую по сравнению с тем, как это на прошлом круге было к Мерседесу. Здесь, в общем-то, особых проблем никаких у нас не возникает. Опять-таки, ныряем внутрь. Там, правда, Каркарыч еще пытается как-то более-менее сопротивляться, но нет. Еще один поворот мы с ним проезжаем бок о бок, но когда уже траектория осталась явно за мной, у Макларенов уже не осталось шансов. Впереди у нас Даня Квят. Ну и, разумеется, плюс еще одна позиция. Квят же, правда, решил со мной немножко побороться, и за два ближайших круга никак мне его опередить не удавалось. Потом у нас началась волна пидстопов, и когда Даня остался без крыла, то проблем его опередить никаких не было. Еще плюс одна позиция на трассе, а перед нами едет Кими Райканен. После 16-го круга, перед 17-м, мы заезжаем на свой первый пидстоп, меняем софт на софт. Свежий комплект, и опять-таки, свежий комплект софта позволит нам ехать быстро. Плюс у нас все еще есть большой дефицит по топливу, то есть машина наша легче, чем нужно. Райканен же заезжал в боксы то ли на 15-м, то ли на 14-м круге. Переобулся мы в медиум, и тот отрезок, который мы ехали на софте, пускай даже на изношенном, мы проехали быстрее, чем Кими. И, соответственно, удалось его пересидеть на трассе, мы выезжаем из бокса впереди него. То есть по факту обгона не получилось, у нас произошел обмен позициями чисто по стратегии, по пидстопам. Ну и из хороших новостей еще то, что Хэмилтон едет позади Кими, а значит Кими будет его сдерживать. И это прекрасно. Впереди у нас Форточкин, Норрис и остальная компания, у нас 13-я позиция, так что продолжаем прорыв. За счет разницы в комплектах, мне удалось бы к ним подобраться довольно-таки быстро. Хэмилтон, правда, тоже за счет разницы в комплектах обошел Кими и просто летит в нашу сторону. А мы тем временем обходим Акона, никаких проблем с этим у нас не возникает. Впереди Норрис, Гасли и куча свободного чистого воздуха до лидеров, скажем так. На следующем круге точно так же, все как под копирку. Мы проходим Норриса в первом повороте, он на медиуме, мы на софте, поэтому проблем с этим не возникает. А на следующем нашей жертвой становится Гасли, который еще и без крыла ехал, кстати. Тут я абсолютно случайно и агрессивно влетел, но все равно это не сыграло абсолютно никакой роли. У нас была очень большая разница по темпу. В итоге мы десятые, впереди Джовинацы. Больше пяти секунд у нас отрыв, точнее у него отрыв и надо просто гнать и его пытаться догнать. А вся вот эта братья, которую мы сейчас быстренько прошли за три круга, будет сдерживать Хэмилтона, я надеюсь. На двадцать четвертом круге Джовинац поехал в боксы на свой второй питстоп, он был на стратегии трех питов. На двадцать седьмом Перес уехал в питы, а к двадцать девятому мы догнали Денчика Рикьярда. Он-то, кстати, умеет ездить, поэтому его пройти не так-то просто. На первые два круга это сделать не удалось и в общем-то потом без контактов это сделать в итоге тоже не удалось. Он-то матерый гонщик, знает как обороняться. Но мы отыгрываем еще одну позицию, потенциально перед нами только остался Стролл. Ну и Серхио Перес, который заехал в боксы, ну а мы еще не заезжали. То есть после нашего питстопа мы выедем точно позади Переса. А, ну и еще, конечно же, группа лидеров Феррари, Мерседес и Рэдбуллы, правда без Хэмилтона. Хэмилтон где-то там сзади тошнит за группой Б, которую мы давно прошли, мы от них уехали. То есть отрыв от Хэма у нас довольно-таки большой. В итоге на 34 круге мы едем в боксы за последним комплектом Медиум. Нам еще нужно проехать пол дистанции на одном комплекте. В принципе так-то Пересу еще больше нужно будет кругов проехать, потому что он намного раньше уехал в боксы за Медиум на последний отрезок. Но все равно под конец будет тяжело. Тем более, опять-таки у нас большой дефицит по топливу. Его нужно будет экономить под конец гонки. Но в любом случае, сейчас у нас попытка пройти Переса. Да, впереди у нас еще едет Норрис Акон. Гасли там по-моему едет. Они еще не ехали на свой пит-стоп. Хэмилтон переобулся где-то в жопе мира. Застрял даже за Райканеном. Так что в общем-то все складывается у нас довольно-таки неплохо. Правда, будем страдать последний отрезок. Переса мы, кстати, тоже обходим. Впереди нас потенциально только едет Стролл, которому еще нужно заезжать на свой пит. И вроде как мы его андеркатнем. Судя по времени, которое у нас в отрыве, мы его постоянно сокращаем. И вроде как это будет время потери на пит-стопе. И знаете что? Так оно в принципе и получается. На 41-м круге Стролл едет в боксы. Также много кто изпереди идущих едет в боксы. Остается только Акон и Гасли перед нами. Ну и группа лидеров, с которыми мы в принципе не гоняемся. И да, Стролл выезжает из боксов. И он оказывается позади меня и позади Переса. Мы в очередной раз андеркатим Стролл. Это вообще довольно-таки частое явление. В прошлых гонках именно Стролл часто становился жертвой андеркатов. С моей стороны. Но в итоге что мы имеем? Впереди нас едет группа лидеров. С ними мы не боремся, их догнать не получится никак. Сзади нас прессингует Перес. И нам еще 30 кругов ехать. Веселье одним словом. Ах да, у нас конечно же еще большой дефицит по топливу. Поэтому нам еще нужно наэкономить кучу топлива. В то время как сзади нас прессингует Форс Индия. Точнее Рейсинг Пойнт. Топливо наэкономить в принципе у нас бы получалось. Но не хватало темпа, чтобы сдерживать сзади Переса. Но на помощь нам пришел Вильямс Круговой. Который меня пропустил хорошо. А Переса пропустил не очень хорошо. И внезапно... Да, это не обгонная трасса. Но тут ничего не поделаешь. В общем-то внезапно отрыв до Переса начинает расти. И доходит до целых 3 секунд. Соответственно друзья, это дает нам возможность хорошенько наэкономить. Правда он эти 3 секунды сейчас сократит. Просто чуть ли не за один круг. Потому что нам надо очень сильно сбавить темп на 2 круга. Тогда нам хватит топлика до финиша. И все будет нормально. Но этот обгон Вильямса на Круг. Он был ключевым моментом в этой борьбе. Точнее обгон Переса. Обгон который должен был Перес совершить на Вильямс. Я не знаю. Короче когда Перес обгонял Вильямс. Да. Перес на нем очень много потерял. И за счет этого мы сохраняем свою позицию. Потому что с нашим дефицитом нам не хватило бы. Ну не смогли бы мы его сдержать. Но вот друзья. О чем мы забыли следить. О чем мы не следили. Точнее следили. Но почему-то как-то не сопоставили факты. По трассе несся Валера Ботос. И трасса короткая. Он соответственно сумел обойти нас на круг. Из-за чего дистанция нашей гонки сокращается. То есть как только Ботос завершает свой 70-й круг. То все видят клетчатый флаг. Не сопоставили мы то, что нам можно не столько экономить топляка. То есть у нас остается топливо на лишний круг в итоге. Но в тот момент мы как-то об этом не думали. В любом случае нам фортануло с Вильямсами. И хорошо что мы до последнего пытались держать Переса с этой сраной экономией. В итоге имея запас топлива на круг и возможность сжечь лишнее топливо. На последнем круге мы решили попробовать поставить быстрый круг. Почему бы нет? Ну хотя бы для себя. И это в принципе получилось. Как видите все зеленые сектора и отрыв от Переса опять-таки начало расти. Немыслимо. Ах да, самое интересное в этой ситуации. Если Ботос обошел меня на круг. Значит он обошел сзади Хэмилтона на круг. Ботос обошел Хэмилтона на круг. По-моему эта мысль должна гореть душу любому фанату Формулы 1. Кроме фанатов Льюиса Хэмилтона. Но это типа здорово. В любом случае мы завершаем эту гонку сразу же после Ботоса. Ну да, фактически мы финишировали вторыми. Правда на шестой позиции, но финишировали мы вторыми. Мы вторыми увидели клетчатый флаг. И по сути дела эту гонку можно считать хорошей. Да, может быть в обзор пихать последние пол дистанции было бы довольно скучно. Да, кстати мы еще пилота дня забираем за прорыв с 20-го места до 6-го. Это круто. Хэмилтон и то меньше позиций отыграл. Так вот, может быть конечно гонка оказалась скучноватой вот в обзоре. Вот так вот если брать. Но знаете ли, она была интересной. Был свой какой-то нервяк, свои эмоции в эти все моменты. Так что нормально. Я в общем-то остался доволен и самой гонкой, и результатом, и стратегия оказалась очень классной. Очень правильной. Так что это можно считать победа по стратегии и Денису респект. Не знаю, это ли он пытался как-то сделать, но получилось хорошо. В итоге, кстати, у нас Ботос выигрывает гонку. Хэмилтон в очки не заезжает. И Ботос сокращает отрыв. И опять у нас в чемпионате интрига. Болеем за Валерку. Не, друзья, соврал. Хэмилтон в очки таки заехал. До 10-го места он доехал. Но это не важно. Все равно 25 очков Ботос отыгрывает, так как он еще и лучший круг ставит. Ну и, друзья, у нас прошла первая половина сезона. На самом деле на стримах-то мы уже сезон заканчиваем потихонечку. И вот такие вот результаты у нас после первой половины сезона. Там уже, кстати, вышел ролик с презентацией новой машинки. У нас новый спонсор и, короче, вот такая вот вся крутота. Новая красивая машинка. Плюс в этом же ролике вы, правда, наверное, его уже смотрели. А если не смотрели, то посмотрите. Там, в общем-то, итоги сезона были чуть более подробно расписаны со всеми результатами, со всеми улучшениями и так далее. Впереди, друзья, у нас межсезонье, которого, по сути дела, у нас нету по временным рамкам. И впереди у нас две моих любимых трассы, СПА и Монца, на которых мы будем бороться за хорошие результаты. Плюс у нас еще ЕРС, а там прямые и там, в общем-то, все хорошо. Может, эти гонки уже, посмотрите, они на стримах были. Так что, друзья, как-то так. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за внимание. Не забывайте лайкусики, комментарии. И, в общем-то, все как обычно, да. Приходите на стримы поддержать, насладиться всем этим делом. С вами, друзья, был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»